Сызрани Федина «Необыкновенное лето». Что это за город? Какие люди здесь живут? Какая история этого города? Именно об этом наша сегодняшняя программа. Издалека долго течет река Волга пела наша знаменитая певица Людмила Зыкина. Начать наш рассказ о Сызрани мы и решили тоже с Волги. Именно здесь находится исторический центр города Сызрани. И помогать мне в этой прогулке по хорошему, интересному, провинциальному, купеческому городу поможет актер Сызринского драматического театра, мой старый друг по Саратовскому университету, актер Михаил Галицкий. Что ты можешь рассказать о Сызрани? Десять лет назад, 4 мая, я приехал первый раз в этот город. И сойдя с поезда, это было 6 утра, у меня возникло сразу желание купить обратный билет и уехать. Потому что вокзал, на который прибыл мой поезд, Сызрани, город Нижний, как его здесь называют, произвел на меня удручающее совершенно впечатление. Вокзал всегда, аэропорт это как бы ворота города. По нему можно судить о том, что из себя представляет город. Но поскольку я человек такой обязательный, я знал, что меня ждут люди, я не мог развернуться и уехать тут же назад. Первые три года было очень трудно, потому что совершенно все другое, другой уклад жизни, другие люди, определенное своеобразие. Очень часто я первое время, когда жил, ходил по центру, историческому центру города, я слышал, как поют петухи, как где-то мочит корова, которую начинают доить или выпускают из хлева. И, конечно, вот такой образ жизни, он был немножечко непривычен. Приходилось как бы ломать какие-то устоявшиеся традиции, стереотипы восприятия жизни. Нужно было учиться по-другому, общаться с людьми, которые живут в этом городе. Саратов, Самара, другие какие-то крупные поволжские города – это все-таки города, которые по своему образу жизни ближе к центру России, ближе к Москве, ближе к Питеру, ближе к Европе. Сызрань же, как и большинство других небольших поволжских городов, такой город, где все-таки уклад жизни, его совобытность, несмотря ни на какие урбанистические изменения, остается прежней. Давай мы продолжим нашу прогулку и будем так вот беседовать и смотреть на разные места Сызраньи и просто продолжим видеть. Представьтесь, пожалуйста. Рябов Геннадий Евгеньевич, директор Сызранского Кривейческого музея. Расскажите, пожалуйста, об истории города Сызраньи. Как начинался этот город? Откуда произошло название? Сызрань началась, как и некоторые волжские города, с крепости, которая была построена в 1683 году. Григорием Афанасьевичем Козловским. Вот с этого времени как раз и идет история нашего города. Что касается вообще истории, то большая часть своей более чем 320-летней истории Сызрань относилась, вернее, к сибирской губернии. Название Сызрань произошло из нескольких вариантов. Если брать, что это Сызрань, то есть река, вытекающая из балки. Либо есть еще одно предположение, что может быть это было так. Там, где находится сейчас речной порт, там когда-то останавливались и ночевали бурлаки. И они вставали с Израиля. Может быть отсюда тоже пошла эта местность, с Израиля. Насколько мы знаем, в 1913 году Сызрань было 60 тысяч населения, имело 28 церквей, 2 монастыря, 60 кабаков. И культурный центр учился, Толстой здесь, театр, газеты, журналы. После революционный период развития города, с вашей точки зрения, как историка, что было знаменательным? До революционного периода, это прежде всего хороший поволжский купеческий город. Город в основном и построили, и развивали это купцы. Если брать наши церкви, здесь также в основном вложены средства купцов. Даже после большого пожара 1906 года, хотя правительство и выделило средства, но в основном город был построен за счет купеческих денег. Что касается ее вообще советской истории, то, конечно же, тот колорит, который был в Сызране дореволюционный, имеется в виду купеческий, это откладывало определенный все-таки какой-то отпечаток на жителей города, то в советский период, мне кажется, он стал среднестатистическим. Церкви разрушены, осталось несколько всего, один из самых главных, Казанский собор. Мужской монастырь только в середине 90-х годов начал возрождаться, женского монастыря давно нет. Что касается купцов, есть, конечно же, о них вспоминаем. Снимают фильм о тех же Пережогинах, о том же Чернухина. Были другие купцы, о которых вспоминают. И самое интересное, что через сто лет в Сызране вспоминают больше того, что сделано до революции, а не после революции. Такие известные люди, как Орловы, графы Орловы, имели имение в этом городе. И что вы можете рассказать об этом? В 1762 году, когда произошел очередной дворцовый переворот, во главе которого была Екатерина II, самые богатые владения, это Усольское, Усолье, были отданы ей, братьям Орловым. Одному из своих фаворитов, Григорию Орлову. И так как Усолье находилось потом в составе Сызранского уезда, после революции имение, конечно же, разграбили. Ну и часть того, что было там, досталась и нам. То есть говорят, что на четыре части коллекция была разделена. Одна уехала в Москву, часть уехала в Самару. Ну и у нас осталась тоже небольшая часть. Хотя некоторые искусствоведы считают, что Сызранская часть этой коллекции, Орловской, она самая ценная. Почему? У нас, во-первых, хорошая портретная галерея, то, что было в Усолье. У нас их коллекция оружия, коллекция оружия, то, что было и холодное, и огнестрельное, имеется в виду кремниевое оружие. У нас Орловские и другие щиты, на которых написаны гербы различных российских семейств и другое. То, что мы имеем, это считается самой ценной коллекцией нашего Сызранского краеведческого музея. Миша, ну вот мы с тобой находимся напротив Казанского православного собора. Это центр, как сказать, духовной жизни города Сызрани. Ну вот, ты как думаешь, что происходит сейчас в плане духовности с жителями города? Ну вот, церковь всегда являлась сосредоточением лучшего, то, что всегда было в русском народе. И в этой связи, наверное, и церковь, как институт, и театр, как организация культуры должны и занимаются одним и тем же. Культивированием, возрождением лучших качеств человека, его духовности, его терпимости, его состраданию. Ну, здесь можно многое перечислять. Тот интерес у людей, именно у Сызранцев, сегодня он искренен, он оправдан, и это радует. Потому что, скажем так, можно даже проследить такую динамику по отношению к конкретным каким-то спектаклям нашим, театральным, как люди смотрят, насколько они морально, внутренне готовы к сопереживанию. Потому что, ну, что тут говорить, мы живем в очень сложное время. И, к сожалению, это время воспитывает в нас чаще всего ненависть, агрессию. Мы в своей работе, и церковь, в своем подвижническом деле, как раз занимаются одним и тем же делом возрождения доброты. Сызранский драматический театр. Сколько прекрасных воспоминаний из детства. Здесь я посмотрел многие спектакли, может быть, родились мои первые какие-то юношеские мечты, идеи. Для меня Сызранский театр имеет какую-то особую ценность, и я рад, что Михаил, как актер этого театра, может быть, мы сыграем что-нибудь для зрителей? Ну, сыграть-то мы, наверное, не сможем сейчас. А по поводу театра, ну, вот мы говорили о духовности, о том, что является центром духовности в городе. Мне бы хотелось думать, что все-таки таким центром является мой театр. Десять лет я служу в этом театре, я очень хорошо знаю каждую половицу этой сцены. Вот этот стол, за которым мы сейчас сидим, это стол из одного из моих самых любимых спектаклей. Это «Косатка» по Алексею Толстову. Кстати, театр называется. Да, и театр носит имя этого замечательного писателя. На сцене этого театра в разные годы шли многие, ну, практически все известные произведения Толстого. Это и «Хождение по мукову», и «Хромой барин», и «Косатка». Однако, когда мне еще по роду деятельности приходится проводить экскурсии по театру, рассказывать о спектаклях, о актерах, вообще о театре, о том, какую роль занимает театр в жизни, в культурной жизни нашего города. И я всегда говорил так, что иметь театр в таком небольшом городе, как наша Сызрань, это роскошь. И театр надо любить, холить и лелеять, и относиться к нему с величайшим пиететом, так как, вот, относимся мы к нему. Мы продолжаем наше путешествие по старой Сызране, и вот в одном из таких уютных старых уголков, который сохранил свой древний колорит, мы сейчас и находимся. Это, в общем, интересное здание. Но прежде чем я скажу, я хочу сказать такую вещь. Знаете, Сызрань традиционно связывают город купцов. На самом деле это так и есть. Да, здесь жили на протяжении веков купцы. Национальностей здесь очень много. И за эти 320 с лишним лет существования города практически не было никаких этнических, национальных или религиозных конфликтов. Хотя город Сызрань на самом деле многонациональный. Здесь живут, кроме русских, живут татары, мордва. Сейчас стали приезжать из стран Средней Азии, там, узбеки, армяне, грузины. И, конечно же, в городе Сызрань, ну, это по секрету, Миша, да, по секрету, между нами, живут и евреи. И вот мы как раз находимся напротив синагоги. Вы можете видеть звезду царя Давида. Как живется трудно евреям в городе, Миша, можешь прокомментировать? Вообще по Волжье, и в частности Сызрань, всегда исторически это край многонациональный. И здесь всегда прекрасно уживались люди разных национальностей. И, судя по театру, скажем, внутри нашего театра, проходят постоянно, ну, всевозможные концерты представителей различных национальностей. Очень интересное вообще, на самом деле, мероприятие. Один раз в год в сентябре все национально-культурные центры Сызрань, Но я так подозреваю, что эта практика теперь уже общероссийская, не только в Сызране. Проводят дни культуры, дни еврейской культуры, дни татарской культуры, дни, там, мордовской культуры. Достаточно интересные есть коллективы, причем проводят они эти праздники вместе, в центре Сызрани. Каждая из сторон участников этих праздников старается удивить и угостить каким-то своим национальным блюдом горожан и гостей города. И, в общем, как бы национальные традиции-то возрождаются. Ну и завершаем нашу прогулку мы с Михаилом по городу Сызрани на берегу реки Сызранка, которая и дала название, собственно, городу. Что для нас Волга, что для нас река? Мы речные жители, мы не морские, мы речные как бы жители. В свое время, как я уже говорил, это была жизнедобывающая река. А что сейчас, Миша, как ты думаешь? Ну, для меня Волга, в первую очередь, конечно, это символ России. И мы, когда начинали наш разговор о Сызрани, не случайно прозвучала вот эта тема песни «Течет река Волга». Она так и осталась символом для многих-многих поколений. Она для многих – это источник радости и вдохновения. Я имею в виду художников, поэтов, музыкантов. Это какой-то необычайный простор и размах, обделен многим тот, кто никогда не ночевал на берегу Волги. Не жег костер, не жарил рыбу, не сидел с удочкой на берегу, не гулял по набережной с любимой девушкой, не купался зимой в проруби. Я думаю, что не за горами то время, когда и Сызрань обзаведется красивой набережной. Когда сюда снова будут заходить теплоходы экскурсионные, когда здесь появится порт, речной порт, который когда-то был и существовал. И, насколько я знаю, существует масса проектов, как восстановить, реанимировать этот порт, чтобы не только, скажем, заходили сюда экскурсионные теплоходы, но и приходили какие-то большегрузные баржи, какие-то другие суда, чтобы как бы восстановить то изначальное, корневое, то, что было всегда на Волге. Отсюда, скажем, вспоминается, естественно, и время пьесы Горького Васа Железного, где действия как бы происходят в семье людей, которые имеют пристани, пароходы, рабочих, бурлаков. И вспоминается один старый анекдот на эту тему, когда один у другого спрашивает, может быть, купить Волгу. Можно купить Волгу, но только что я буду делать ее песками, берегами, баржами, теплоходами. Волга была, есть и будет, я думаю, как бы центром России, центром русской культуры. Многое можно еще рассказывать о городе Сызрани, о Волге, но мы вынуждены уже заканчивать нашу передачу, нашу прогулку по прекрасному городу Сызрани. И просто в заключение верим, что вам понравилась наша прогулка. Валерий Тришкин и Михаил Галицкий. Специально для русского часа из Сызрани. Специально для русского часа из Сызрани.